Эти реакции отражают оксидативный стресс в организме. То есть это состояние, которое возникает при каких-то острых заболеваниях, в том числе при ковиде. Оно ранее не было исследовано при нем. Это впервые такое исследование именно при ковиде проводится. Виктория Романова уже два года работает врачом-инфекционистом в ковидном госпитале. Параллельно занимается наукой. Между дежурствами изучает последствия коронавируса у своих пациентов. Они есть у тех, кто перенес ковид и в легкой, и в тяжелой форме. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и уже после выздоровления. Имеется тенденция к тому, что у них не происходит полного восстановления при выписке, что, возможно, может влиять на формирование постковидного синдрома. Другой молодой хабаровский ученый озвучил проблему в сфере офтальмологии. У пациентов разного возраста специалисты находят закрытоугольные глаукомы. Зачастую о проблеме пациент узнает, когда уже слепнет на один глаз. При этом, если проходить диагностику каждый год, глаукому можно обнаружить и назначить лечение. За последние 30 лет офтальмология совершила колоссальный прорыв как в методах диагностики, так и в методах хирургического лечения. Сегодня точностью до одного микрометра мы можем рассмотреть все структуры глаза. И, следовательно, с использованием микрохирургической техники любой патологический процесс купировать, если он не запущен. 22 молодых ученых представили свои исследования на региональном конкурсе в секции «Медицинские и биологические науки» в Дальневосточном медуниверситете. Научная деятельность вуза очень важна для подготовки будущих ученых и медицинских специалистов. На базе университета открыты 12 научных школ, где ведутся узкоспециализированные разработки. Любые медико-биологические исследования, они сразу же передаются, по сути, потребителю, то есть непосредственно работникам системы здравоохранения, потому что нет ничего важнее, чем здоровье человека, и тут промедление смерти подобно. Поэтому любые достижения, они сразу же публикуются, сообщаются на конференциях. Вы знаете, еще много нерешенных вопросов, в частности, в здоровье человека, в развитии тех или иных заболеваний, ну, допустим, онкологических заболеваний, заболеваний, связанных с поражением сосудов, с преждевременным старением, заболеваний, связанных с аномалиями врожденными, с генетическими дефектами. Еще очень много-много нужно исследовать в этих планах. Конкурс в медуниверситете проводится с 1999 года. Молодым ученым с самыми важными и интересными исследованиями вручат дипломы губернатора края и денежные премии.